Морская арктическая георазведочная экспедиция Газпром и Лукоил активизируют переговоры Об участии нефтной компании в проектах на континентальном шельфе Сегодня стороны изучают возможность совместной деятельности Газпром приглашает Лукоил к участию в разработке ряда своих блоков Сейчас на повестке дня возможность совместной работы с Лукоилом На нескольких участках Газпрома на арктическом шельфе В частности на Медвежьем участке в Баренцевом море Между Газпромом и Лукоилом действует Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве Документ направлен на продолжение сотрудничества в области поставок углеводородного сырья Производство нефти и газохимической продукции, размещение свободных ресурсов нефти и газового конденсата На перерабатывающих предприятиях, расположенных как в России, так и за ее пределами По российскому законодательству Лукоил не имеет права работать на арктическом шельфе Но вопрос либерализации допуска к шельфу может быть решен в ближайшее время В Архангельской области разрабатывают стратегию развития арктического туризма Все необходимые возможности для этого у региона есть Об этом заявил эксперт по продвижению Архангельского туристского центра Олег Масеев Эксперт считает, что позиция Архангельской области на туристическом рынке страны не оценена должным образом Интерес туристов к Архангельску, к северу, к Арктике достаточно большой Потенциал у региона есть, однако пока недостаточно хорошо развита инфраструктура Но это можно исправить Необходимо в кратчайшие сроки разобраться и понять, что на сегодняшний день для регионов приоритетим Разумеется, пока поток въездных туристов не тот, но если все правильно подать, то ситуация изменится Поставлена задача увеличить в этом году поток туристов в регион на 10% В регионе есть возможность развивать самые разные туристские направления Сельский туризм, промышленный, детский и так далее Не скрою, что Архангельская область ассоциируется сегодня не только с Соловками Прежде всего, это арктический регион Сейчас эта тема только начинает прорабатываться Арктический туризм интересен многим С точки зрения перспектив развития арктического туризма Архангельская область должна стать первой, считают эксперты Отмечу, что развитию туризма в современных условиях будет посвящена специальная конференция Которая состоится в Архангельске 28 мая Участие в ней примут более 200 человек со всей страны Спланировано много самых разных круглых столов и дискуссионных площадок Итогом конференции станет документы, возначающие маркетинговую стратегию Архангельской области на туристическом рынке Глава Ямала Дмитрий Кобылкин провел рабочую встречу с замдиректором по науке Института проблем нефти и газа РАН Василием Богоевленским, который прибыл в столицу Ямала для участия в международной конференции «Ямал.нефтегаз-2015» В ходе встречи обсуждались темы дальнейшего развития научных исследований в автономном округе, а также перспективные планы экспедиции Василий Богоевленский рассказал о своем участии во Всероссийской морской научно-практической конференции «Арктика-2015» в Мурманске Отметив, что белых пятен в Арктике более чем достаточно По словам ученого, на сегодняшний день еще плохо исследованы глубоководные части Северного ледовитого океана Акватории Восточно-Сибирского, Чукотского морей и моря Лаптевых В этом же ряду Карское море и полуострова Ямал и Гдан Ученый сказал, что в результате многолетних наблюдений исследователи предполагают, что ледовая обстановка в Арктике может измениться в ближайшие 20 лет Причем сопровождаться это будет значительным похолоданием Кроме того, на встрече обсудили тему дальнейшего формирования научных исследований ямальских воронок Напомню, в прошлом году при содействии правительства Ямала в район воронок было отправлено несколько научных экспедиций В ходе которых были проведены масштабные исследования природных феноменов Научные работы будут продолжены в этом году Ученые считают, что необходимо все полученные данные систематизировать и разработать эффективные методы мониторинга для того, чтобы по возможности спрогнозировать появление таких объектов Для округа это важно, отметил губернатор Ямала Полуостров – один из важнейших снефтегазоносных регионов России Здесь на суше и в акваториях открыты 32 месторождения углеводородов И наша задача – максимально обеспечить безопасность людей, тундровиков, а также промышленного освоения этой территории, сказал Дмитрий Кобылкин Перспективные системы жизнеобеспечения военнослужащих в Арктике представлены в рамках проходящих на Северном флоте сборов специалистов медицинской службы ВМФ Апробацию представленных систем проводили сотрудники межрегионального общественного учреждения Институт инженерной физики Военные медики высоко оценили потенциал этих перспективных разработок Одна из систем предназначена для поддержания жизненных функций тяжелобольных при эвакуации до места оказания необходимой медпомощи Она включает систему обогрева для выполнения внутривенных инъекций при низкой температуре окружающей среды и эвакуационный мешок с электрообогревом Вторая из представленных разработок – локальный обогрев экипировки водолазного и сухопутного снаряжения Предназначена для обеспечения длительного пребывания в комфортных условиях военнослужащих при низких температурах Для захудшения эргономических характеристик основного снаряжения В состав экипировки входят термоткань, нагревательные элементы на основе специального тепловолокна Датчик для автоматизированного управления температурными режимами и водонепроницаемые компактные аккумуляторы Первое судно тылового обеспечения ледового класса для ВМФ России «Эльбрус» будет впущено на воду в июне этого года Длина судна – 95 метров, ширина – 22 В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий Включая добычу углеводородов, а также развитию северного морского пути Который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера Учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО Заявка России по континентальному шельфу в Северном Ледовитом океане согласована ведомствами и передана на утверждение в правительство Сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской При этом он отметил, что дальнейшие действия по продвижению российской заявки будут определены на основании решений правительства На вопрос о необходимости дополнительных научных исследований в Арктике Донской отметил, что на данный момент подготовлена достаточно полная заявка И проведена очень масштабная работа, которая позволяет обосновать все претензии по арктическому шельфу Если у правительства или экспертов комиссии возникнут вопросы, то мы сможем оперативно подключить сюда и технику, чтобы раз и навсегда доказать нашу правоту по этой заявке, пояснил он Россия с 2001 года претендует на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребты Ломоносова и Менделеева Если России удастся доказать перед ООН, что эти хребты – продолжение континентального шельфа России У страны появится приоритетное право на разработку этих ресурсов, объем которых, по данным Минприроды, может достигать 5 миллиардов тонн условного топлива В нацпарке Онежское поморье следили за эмиграцией лебедей Они пролетели над национальным парком по пути к местам гнездования в российской тундре 17 лебедей оснастили спутниковыми передатчиками Великобритании С помощью этих приборов английская общественная организация Фонд водноболотных угодий отслеживает сезонные перелеты птиц Благодаря передающим устройствам орнитологи и любители живой природы из России, Голландии, Дании, Германии, Швеции и многих других стран смогли отследить перелет лебедей на своей территории Жителям европейских стран, где пролетали лебеди, было предложено выбрать им имена Так, к примеру, в Германии и Польше появились лев и пола Одного из лебедей с кодовым названием школьники из клуба «Онежский следопыт», открытого при национальном парке Онежское поморье, назвали в честь своей деревни Золотица Восемь недель понадобилось птицам, чтобы преодолеть свыше 4000 километров на пути в российскую Арктику Отметим, Онежский полуостров и Унская губа Белого моря являются важным плацдармом на пути миграции птиц Через национальный парк Онежское поморье проходит глобальный Беломоро-Балтийский миграционный путь Следуя ему, тысячи гусей и лебедей летят осенью от места гнездования в российских тундрах на зимовки в страны Западной Европы А весной возвращаются обратно, чтобы вывести птенцов Субтитры создавал DimaTorzok